С прошлого года в Дагестане по инициативе главы республики реализуется проект «Мой Дагестан – моя вода», благодаря чему качественной питьевой водой уже обеспечены десятки муниципалитетов республики. В этом году ведется ремонт и строительство еще 70 объектов водоснабжения. На трех из них в Хосе-Вертовском районе побывал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Отсюда и стоит сквозная опять-таки. Это питьевая вода из артезианской скважины, которую пробурили в селе Баматюрт Хосе-Вертовского района. Работу по этому объекту сдали в срок в декабре прошлого года, и вода начала поступать в дома сельских жителей в достаточном объеме. Однако теперь появилась другая проблема. На данный момент самая острая ситуация – это с качеством воды. Внутросельские сети у нас загрязненные, они загрязненные давным-давно, начиная с 2000-х годов. Учитывая, что вода чистая, вот на этих скважинах, и она проходит бактерицидную очистку, но попадая в эту непосредственно сельские, внутросельские линии, она все равно становится загрязненная. Воду добыли, но проблема с качеством ее подачи в дома у большинства сельчан осталась. Глава Баматюрта обещает решить вопрос и заменить старые трубы в ближайшее время. Мы подготовим и в дальнейшем будем работать тесно с администрацией, с правительством, с депутатами, как положено, постараемся решить эту проблему. Мы обращались раньше и везде писали, но сейчас с приходом Васильева это все наоборот, все программы вот эти, раньше же не было никаких программ, вот сейчас нас слышат. Тем не менее, работы по замене ветхих внутрисельских труб в лучшем случае начнутся не раньше следующего года. Помочь собрать все необходимые документы для этого обещает селянам и районная администрация. На 21-й год данное поселение будет заявляться на реконструкции сетей. Вся исходная разрешительная документация, которую нужно будет подготовить, совместно с главой администрации данного поселения и районной администрации, будет подготовлена, чтобы войти в программу, республиканскую программу, чтобы войти, чтобы уже полным пакетом документов. Тем, чьи дома расположены ближе к скважинам, повезло больше. Мы увидели, как питьевая вода поступает в один из таких домов. Она чистая и на вкус высокого качества. Благодаря главе республики Васильеву мы получили сегодня воду, чистую воду, как слеза. Такого не было в течение 20 лет у нас такой воды в общей селе. Была полнейшая, можно сказать, засуха насчет воды. И он помог нам провести полевую воду тоже наобсуда. Сулакскую воду провели благодаря районной администрации, благодаря жамаату села, благодаря главы администрации села. И мы сегодня, алхамдулиллах, получили вот такую воду. Соседнее село Солнечное также попало в проект «Мой Дагестан, моя вода». В этом муниципалитете живет около 6 тысяч человек. Воды нет больше, чем у половины населения. Мы сегодня, до сих пор, 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 до сих пор. Мы покупаем воду за тысячи рублей, системно. Это 10-15 дней, потому что она хватала. Это не хватает, потому что большая семья, и воды действительно не хватает. И нам приходилось покупать, если 2-3, эта система, месяц, это, представляете, вот 3 тысячи рублей только за воду даешь ты. А за другие эти услуги тоже надо же давать, за газ надо давать, свет надо давать. А то, что ты зарабатываешь, все это на коммуналку идет. В любой двор пойти, или на улице колодец, или во дворе колодец. В прошлом году здесь началось бурение двух артезианских скважин. Первую уже завершили, на втором объекте, который мы посетили, еще продолжаются работы. В последние дни мы прошли за неделю 100 метров. Ну, это нормально. Глубина скважины по проекту составляет 1100 метров. До завершения осталось 65. Долгожданную воду сельчанам обещают подать уже в этом году. Мы сейчас делаем подъем инструмента. Надо менять долг внизу, потому что чуть-чуть черный грунт внизу. И сейчас дней 12-15 мы закончим бурить до конца. Потом будет обсадка труб, сементация вокруг этих труб. И в течение месяца мы эту работу, наверное, закончим. Но после этого будет ограждение. Вы видели, там мы трубы положили уже. Осталось соединить до скважины и трубопроводы. В течение полтора, ну максимум двух месяцев мы планируем полностью завершить и уйти отсюда. В Асавертовском районе обеспечено селение питьевой водой, планируют и селение Эндереи. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация. Для передачи ее на государственную экспертизу. Конечно, этот объект у нас вызывает некое опасение, потому что мы не знаем, как быстро пройдет госэкспертизу данный объект. Плюс, когда он выйдет на аукцион, неизвестно, как будут себя вести жалобщики, подрядчики, которые будут участвовать на аукционе. Будут ли жалобы какие-то в офас или еще что-то, которое будет затягивать сроки подписания аукциона. Ну, будем надеяться, что все пройдет гладко и уже в октябре месяце приступят к строительно-монтажным работам. Инициированный главой Дагестана Владимиром Васильевым проект по обеспечению жителей республики качественной водой реализуется за счет республиканского бюджета. Время покажет, позволит ли он полностью улучшить ситуацию с водоснабжением в регионе, как утверждают ныне представители органов исполнительной власти. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Хасавертовский район.